Приветствую вас! И традиционно мне бы хотелось разделить проблему на две составляющих. Это составляющая внутренняя и составляющая внешняя. А внутренняя составляющая заключается в том, что вы назвали конкретный срок, конкретный период, конкретный момент, точку отсчета, если хотите. Это точка отсчета два месяца назад, когда между вами начались проблемы. Вот, собственно говоря, что произошло тогда, в тот момент, какие были обстоятельства, какие события происходили тогда у вас, у вашего молодого человека, как вы говорили друг с другом, о чем общались, что чувствовало, какое у вас было настроение именно тогда. Подробный разбор ситуации того времени мог бы помочь в определении корня проблемы. Потому что, ну хорошо, чувства действительно могли немножечко поостыть. С этим, наверное, спорить нельзя. Но вот с тем, что вы стали говорить друг другу много неправды, то есть ушло доверие, а это серьезно. И просто так это произойти не могло. У всего есть своя причина, и то, что вы стараетесь делать, хоть все ваши действия, они, к сожалению, направлены на то, чтобы бороться со следствием, с симптомами, но не с самой причиной. А поесть причин, обсуждение этих причин с вашим мужчиной и является решением вашей проблемы. Естественно, конечно, не всей, но значительное ее счастье. Попробуйте вспомнить, попробуйте восстановить, воссоздать всю цепочку событий того времени и понять, попытаться представить, предположить, что мужчине могло не понравиться тогда. что мужчину могло в тот момент от вас оттолкнуть. Пожалуй, вы найдете варианты, которые будут весьма и весьма жизнеспособны. Они, эти самые варианты, помогли бы вам лучше понять, почему мужчина стал так себя вести. И вы не метались бы в поисках проблем в себе, в поисках проблем в нем, возможно, претензии и так далее. Начать данное движение в этом направлении будет, ну, не сказать, что бы совсем очень просто. Потому что первое, что нужно сделать, это, наверное, перестать говорить неправду. И хотя бы с вашей стороны, со своей стороны, начать говорить то, что есть на самом деле. Тем самым вы покажете мужчине свое намерение восстановить доверие для начала. Хотя бы просто доверие. Никто не говорит о чувствах, которые были раньше. Слеча об этом пока не идет. Пока просто говорим о доверии. Стараемся восстановить это самое доверие. И смотрим, как мужчины реагируют на ваше поведение. Положительно ли, негативно ли и так далее. Если негативно, то тогда начинаем пытаться предложить возможные причины для изменения его отношения к вам. Идущий как раз из того момента, когда все началось. Предлагаем варианты, смотрим на его реакцию. По его реакции определяем, что действительно его волнует. И когда что-то найдем, стараемся об этом поговорить. Чтобы выяснить, как мужчина понял то или иное обстоятельство. По всей вероятности, возникло какое-то недопонимание между вами. Что и привело в конечном итоге к тому, что возникло такое вот отчуждение между вами. Это то, что касается внутренней страны. А что же говорить про страну внешнюю? Из вашего письма получается так, что вы всю свою энергию, все свое время тратите на то, чтобы восстановить отношения былые и вернуть их в свое первоначальное состояние. В этом кроется ваша ошибка, потому что в любом случае полгода срок достаточно большой. Вот вы сами написали, что на вас это приличный срок. То есть даже вы сами признаете, что срок полгода большой. И этого срока вполне достаточно для того, чтобы, ну, сошла на нет страсть. И если, когда здрасть ушла, у вас ничего не осталось вместо нее, но и не понимание, уважение, поддержки человека и так далее, хотя бы со стороны мыши, это значит, что отношения переживает кризис. И кризис, как и любой кризис вообще, по своей сути, решается только лишь двумя путями. Первый путь – преодоление кризиса путем трансформирования отношений во что-то другое. Либо полумерят разрыв. До тех пор, пока вы стремитесь вернуть отношения в свою бывую форму первоначальную, вы, к сожалению, ведете отношения к разрыву. Если вы не хотите терять своего мышину, необходимо взять паузу, сделать, переосмотреть свое отношение к нему, побыть без него, дать возможность побыть ему без вас. И тогда станет более понятно, как вы друг к другу относитесь. Так станет понятно в большей степени, чего вы друг от друга хотите и можете ли вы это друг другу дать. И если вы можете это дать, то на расстоянии способы вам станут ясны. А пока вы вместе, привычные способы удовлетворения желания друг другу не работают, потому что чувства изменились. А новые способы, новые способы еще не появились, ибо нет стимула для их появления. И этот стимул как раз таки и представляет собой страх потерять друг друг. Соответственно, во внешней стороне вам нужно действовать именно таким образом. На какое-то время отодвинуть общение со своим молодым человеком, отношения с ним на третье и четвертое место, на первое место вынести свои интересы и заняться именно ими. Посмотреть, как мужчина вообще проводит время, грубо говоря, без вас. Заинтересован ли он по-прежнему в вас? И хочет ли он для вас что-то делать? Заодно и вы переоцените свое видение. Тогда вам станет ярко, какое у вас будущее, к чему вы стремитесь, что можете сделать друг для друга. И можете ли вы быть парой? Но одно можно сказать точно. Без доверия, без стремления восстановить доверие, все усилия напрасно. Доверие является необходимым условием для любых отношений, находящихся в сфере личных и не личных коммуникаций. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду вам благодарен.